Всем привет! Продолжаем съемку нашей таблички. И сегодня мы в Волмарте. Да, в Волмарте. И в Волмарте мы сегодня будем с вами заполнять табличку. Я думаю, это будет финальная часть. И сверим цены на перчень продуктов, которые кто не видел в предыдущей части, посмотрите, где мы в разных магазинах делаем закупки и смотрим цены. Погнали! Итак, ребята, значит, наш с вами перечень Publix, WholeFood, Costco, Aldi. И добавляем сюда с вами Волмарте. Значит, смотрим, нам с вами помидоры, огурец, лук, картошка, бананы. Значит, ну первое, что смотрим, бананы. 59 центов. Такой цены нет нигде, по-моему. Ну ладно, окей, буду записывать, короче. И потом уже сравним с вами в конце ролика. Значит, ну давайте, вот огурцы. Огурцы, ребята, 2,48. Есть вот такие по 2,46. 2,48. Ну нифига не дешево на самом деле. А вот эти вот 3,46, вот такие вот 16 в конце органик. Так, итогу огурцы, огурцы. Огурцы 2,46. Ну давайте запишем, потом будем сравнивать. Ребят, помидоры. Значит, помидоры. Здесь вообще выборы, я считаю, что номер один. Среди всех магазинов в Волмарте очень хорошие. Кстати, вы видите, вот это вот, ему уже говорили где-то, я уже говорил, программа ВИК. Это программа бесплатного питания для детей и все, что вот стоит ценным, вот эти вот ВИК. Это все программа, которая выдаются детям в карточке, и они их, ну то есть на них родители отовариваются. Практически все продукты в Волмарте с этими, с этими, в общем, шильдиками ВИК. Так, итак, смотрим с вами. Значит, здесь только они в упаковках вывешены. Вот это за упаковку идет. Вот за унцы, за упаковку я не вижу, чтобы была цена за фунт, за паунд. Значит, ребят, ну, из всего вот этого многообразия я решил выбрать вот такую вот. Значит, они стоят все 2,48 за фунт, и я записываю цену 2,48 за фунт. Помните, да, что это фунт, это 450 грамм примерно. Нормально. 2,48. Записываем. Картошка. Значит, картошка тоже выбор приличный. Не самый огромный, но приличный. Видит очень много сладкого картофеля. Вот такой вот сладкий картофель, очень американский. Он тоже подходит для варки, для жарки, для гриля, в общем, видите, вот такой вот. До всевозможного. Вот, вот, golden batatas возьмем. Вот 2,27 здесь килограмма, 5 фунтов. И стоит он 3,86 был 4,97 со скидкой сейчас. Здесь 5 лб. Я запишу, потом с вами, наверное, посчитаем. Ну, вот, посмотрите, вот такой вот есть еще отличный. 3 тоже 3,86. Вообще картофель весь вот этот вот по 3,86. Вот этот вот baby potato little 3,97. Смотрите, какая упаковка классная. Мне очень нравится такая упаковка. Я люблю удобные вещи. А это вот прям, посмотрите, как он весь сирил. Вот такой стоит 3,97. Но мы с вами записываем вот 3,86 за 5 фунтов. То есть 2,27 килограмма. Вот такой вот еще, кстати, вот рассыпной картофель. Он дешевле всего. То есть я не выбираю самый дешевый для того, чтобы это было справедливо. То есть я выбираю то, что купил бы сам. Но есть вот такой по 98 центов. Так скажем, ну такой немытый обыкновенный картофель. В принципе, он тоже достаточно чистенький, нормальный. Есть такой же розовый тоже 98 центов стоит. Ну, записываем вот такой вот. 3,86 за 2 килограмма 2,7 грамм. Так, и ищем с вами лук. Лук, лук. Где же у нас лук? Значит, это все яблочки всевозможные. Так, ну вот обыкновенный золотой лук я пишу. Вот он стоит 1,94 доллара за 3 фунта. Ну, записываем вот эту цену. Есть он вот такой вот белый чеснок. Ребят, вот, кстати, кто спрашивает. Можно вот, чтобы попросить, чтобы вам нарезали, либо купить вот готовые вот такие вот, видите, всевозможные сыры, всевозможные колбасы, мясные нарезки. То есть, видите, здесь вот все на свете. Вот это вот индейка, сушка индейки. Очень такие интересные в различных травах с чесноком. Есть вот ветчина в медовом таком соусе. Есть вот такая вот индейка. Вот это вот берется индейка на день от благодарения. Это все индейка и ветчина. Здесь с добавлением воды написано. Вот это, кастром, рассол воду, который добавляют. Так, вот такие вот вещи. Стоимостью, вот вы можете посмотреть. В принципе, стоимость такая, достаточно адекватная получается. Цены запишем на мясо. Что у нас есть еще из мяса? Это куриная грудка. Доллар 99, то есть 2 доллара. Это куриная грудка. Вот такая пачка стоит 8,26. Но мы с вами там записывали ножки. Поэтому справедливости ради я пойду и найду ножки. Покажу вам, сколько в Омарте стоят ножки. Вот еще видите, какие заготовки здесь мясные всевозможные. Ну вот смотрите, вот такая вот огромная нога. Просто колоссально огромная индейки. В общем, она стоит 5,36. Но мне кажется, тут явно ее можно на всю семью разделить. Ребрышки. 3,48, 2,58 свиные. Пицца, смотрите, какие, кстати, выборы по пиццам тоже. 5 долларов каждая. Она огромного размера. То есть это очень большая пицца. Размер. Ну вот всевозможные, видите, виды. Это она заготовленная, она сырая. То есть ее надо положить в духовку. И 16-18 минут она будет готова у вас пицца. И вот смотрите, еще какие наборы есть офигенные для закуски. Вот такие вот, допустим, вечером под компанией пиво-вино с крекерами сразу там. И стоит вот такой набор 11,98. Ну, учитывая то, что там несколько видов сыра, колбасы два вида и крекеры. В принципе, такая легкая, мягко говоря, легкая, совсем нелегкая, конечно, закуска. Но к вину нормально. Так, ребят, ну мясо, вот это вот отдел говядины, его здесь очень много. От фарша, видите, сколько видов фарша. Вот такой вот граундбир. Вот такой вот стоит, смотрите, здесь 73% мякоти, да, и 27% жира. И вот такое вот колбасятина, 5, то есть это тоже 2 килограмма, 270 грамм, стоит 16,98. Есть вот такие, есть вот маленькие, можно брать себе. Так, ну мы с вами договорились, что рубленое мясо обыкновенное для жаркоя. То есть как будто мы с вами решили приготовить картошку с луком и жаркоя, например. 15,61 и здесь 2,61, 5,98 за фунт. 5,98 за фунт. Ну, запишем. Стейки, кстати, вот так вот стоит 2 стейка, 22 доллара. Но здесь 11,97 за 450 грамм стоимость. То есть поесть на двоих, пожарить себе стейки, обойдется вам в 22 доллара. Это отборная говядина. Так, это записываем с вами, значит, 5,98, 5,98 за фунт. Ой, ребята, вы знаете, вот это моя слабость. Я и до этого, как бы, любил эти вещи до Соединенных Штатов. Но здесь я просто вот настолько в восторге. 297 долларов. Вот так вот, видите? Посмотрите, какая прелесть. То есть у вас отдельно есть вот такая вот штука здесь для чайника или кастрюли, если вы что-то варите. Значит, наборчик для чистки. И сама закрыватель. Вот это вот, ну, чехол, да? И смотрите, какой гриль. И вот к нему идет вот такой вот набор. 49 долларов еще отдельно. В общем, 297 стоит, смотрите, просто вообще улет. Ребята, кто поклонники, представляете, на дачу такой себе поставить, да? Или в дом. И просто вообще. Здесь, конечно, все пьезозажигалка, то есть вы нажимаете, и она начинает включаться. Ну, в смысле, сама зажигается, то есть газ просто подается. Очень безопасная и удобная штука. И вот их здесь есть поменьше. Смотрите, Грил Эксперт вот такой вот весть еще. Он стоит 174 доллара. Тоже на колесиках, видите? Очень-очень удобно. Вот такой вот Грил Эксперт есть. Он чуть-чуть попроще, чем тот, без стекла. Ну, и ценник, согласитесь, 174 доллара. Существенная экономия. Больше, чем на 100 долларов. Тоже очень удобно. Тоже пьезозажигалка. Так, и что здесь еще? И вот такой вот, самый простой. Давайте посмотрим вот такой гриль. Вот такой вот гриль. И сколько он стоит? Он стоит 97 долларов. Слушайте, ну тоже удобно, тоже на колесиках, видите? Вот сюда газовый баллон ставится, он не прячется. Вот к нему есть сразу с тем, чтобы перекрывать для безопасности. Очень удобно, видите, все. Вот такая вот штука, перекрывается. И, в принципе, очень-очень удобно. Тоже пьезозажигалка, естественно. То есть вы подключили танк, и у вас вот так вот гриль работает, горит. И стоимость его всего 97 долларов. Очень удобные, постановочные такие. Значит, он очень достаточно надежно держится, да? То есть это не хлипкая какая-то конструкция, а очень такая хорошая. Знаете, мне понравилось. 97 долларов. Отличное предложение для отдачи, шикарно. Учитывая то, что это, в принципе, еще можно передвигать на колесиках. То есть очень-очень удобно. Ну что, погнали. Вот это все прилавки с курицей, птицей. Здесь есть и индейка, и, в общем, и курица, и фарш, и вот такие вот нарезанные слайсы. Но мы с вами договаривались, что мы посмотрим ножки. И ножки здесь стоят 2,97 за фунт. Вот такая вот упаковка обходится в 7,55. Без добавления антибиотиков вообще. Никаких гормонов, видите, или стероидов. То есть об этом написано. И, поверьте, этому можно верить. Постопу, поскольку за этим очень строго следят. Тем более, Вомарт, одна из крупнейших сетей. Так, ну что. Записали с вами 2,97. Покажу еще, что есть. Вот такое, смотрите, из индейки фарш. Здесь есть 4,26. Вы есть вот такие по 2,26. 93% мякоти, всего 7% жира. И здесь 1 фунт. Ну вот такие вот еще вещи. Итак, записали ножки масла. Давайте покажу вам, сколько масло сливочное стоит. 3,96 за 227 грамм. Вот это вот. Мне больше всего вот это нравится. Я уже показывал в своих роликах ирландское. В принципе, есть вот такая несоленая. Органик 4,78 за полкило масла. Шикарное масло тоже. Ну, благо, выбор большой. Вот президент 2,94 тоже стоит за 198 грамм. Ну вот это вот все масло. Так, и мы с вами смотрим йогурт чабани. Мы с вами смотрели его, кто не видел в прошлых роликах. Вот этот вот йогурт мы смотрели. 1,22 он здесь стоит. 1,22 с различными вкусами. Все они по 1,22. Записываем йогурт чабани. По 1,22. Еще вот смотрите, активию покажу. Стандартную активию. То есть вот питьевая 2,48 за упаковку. За 8 штук. И вот такие, смотрите, пачки. 12 штук. Стоит 5,74 активия. Она самая дешевая. Здесь. А так, конечно, выбор по йогуртам очень большой. У меня есть отдельный обзор по молочным, про молочные продукты. Поэтому можете посмотреть, кто не видел еще, посмотрите. У меня есть целый ролик, посвящен только молочным продуктам. Вот есть, смотрите, 3,98. Спанч Боб, губка Боб. Для детей. Вот такие вот питьевые йогурты. Это вот тоже питьевые йогурты. Ставят большие упаковки. Вот такие вот всевозможные вкусы. Стоят 6 долларов. Очень большое здесь. Берем с вами самое обыкновенное молоко, которое стоит здесь. Внимание. За галлон. Галлон 3,78 литра. 2,28. 2,28 за галлон. Цельное молоко. Только в холодильниках хранится. Срок хранения у него 2 недели. Вот, судя по тому, что я смотрю, 15 июля. Записываем. 2,28 за галлон. Яйца. Вот, кстати, вот такие яйца мы с вами покупали в паблице. Не помню, почем. Но сравним, какую цену. Вот. Здесь они стоят 4,12. Ну, давайте распределиться ради вот такие вот 18 штук и заснимем. Самый дешевый вариант есть вот такой вот. И они стоят за те же самые 18 штук. До 79. Видно, они так вот, да? Ну что, мы с вами все-таки снимаем 4,12. Вот эти яйца. Не самые дешевые. Кстати, смотрите, есть вот по 60 яиц. 4,50 стоит. 60 штук и вот эта коробка. И стоит она 4,50, представляете себе? Ну, в принципе, очень хорошая цена за 60 штук и яиц. Ого! Очень удобно готовить, когда вы просто не хотите заморачиваться. Купили 4,97, залили. И вот такие вот, видите, они сразу с добавлением там паприки. Так, ну что, ребята, мы с вами записали перечень продуктов нашего списка в магазине Walmart. Теперь нам остается проанализировать нашу табличку. И, ну, я проанализирую вместе с вами. И вам, конечно, покажу. И мы с вами выведем итогов, что по приезду в Америку, в Америке, или те, кто живут здесь, какие продукты и где стоит покупать. Мне будет интересно, если люди, которые покупают в Соединенных Штатах уже продукты, напишут, такие же ли у них цены в магазинах в Соединенных Штатах, в других штатах. Спасибо вам большое. Итого смотрим, считаем, делаем выводы и заканчиваем перечень выпусков про цены на продукты и про сравнительный анализ этих цен. Так, ну что, ребята, давайте подведем итоги теперь по поводу наших закупок. Значит, кто смотрит этот ролик впервые, хочу рассказать о том, что я проехался по супермаркетам Флориды, Майами, конкретно города, по супермаркету Паблиц, который представляет из себя сеть супермаркетов Флориды, по-моему, если не ошибаюсь, Джорджи и Северной Каролины. Вот, то есть не везде есть супермаркеты, но это такого хорошего уровня, вполне с достойным выбором. Ну, кто, если из Москвы, то это типа азбуки вкуса, вот такой вот, то есть хорошего уровня супермаркеты. Скажем так, это будет чуть выше среднего, среднего. Whole Foods, вот это то, что WF стоит, это супермаркеты, известные по всем Соединенным Штатам, и поэтому, в принципе, о них долго рассказать не надо, кто не знает, то почитает. Костка, Ауди Европейская сеть представлена в том числе в Соединенных Штатах, и, конечно же, Волмарт. Значит, итогов, в табличке получается, и вот я показываю, то есть мы тут определяли с вами на перечень продуктов, говядина, курица, яйца, молоко, йогурт, и вот это вот все дальше овощи, и поняли, что, допустим, та же самая говядина, она получается у нас выгоднее всего, например, в Костка, да, и к этому всему я добавил Волмарт. Значит, сравниваем бананы, 0,59, банан у нас получается, самый дешевый это Aldi, но при этом в Aldi мы говорили, посмотрите ролик, то есть майамская, именно майамская, не буду говорить, что американская или флоридская вся, потому что именно Aldi, который находится в Майами, он почему-то мне, ну, не зашел чисто эстетически, поэтому я, как бы, здесь даю предпочтение Волмарту. Огурцы 2,48. Огурцы, значит, здесь состоит цена за упаковку, но, в принципе, они стоят в районе 2 долларов за штуку, это длинный большой огурец, посмотрите тоже в видео, кому будет непонятно, от чего здесь отталкивается, и, соответственно, 1,29, но, в общем, огурцы я бы не покупал в Волмарте, потому что они немножко дороговато получаются. Помидоры 2,48, значит, помидоры мы смотрим здесь у нас, такая цена только в Aldi дешевле получается, Whole Foods, смотрите, доллар, то есть получается, что в Whole Foods можно купить хорошие помидоры дешевле, то есть в итоге огурцы и помидоры легко бы зашли у меня в Whole Foods. Вот Костка в этой связи, ну, правда, за 4 лб, там 4 штуки получается, но все равно дороже. Вот. Так, помидоры, сказали, картошка, 3,86 за 5, то есть, ну, везде, видите, 3,86, то есть Whole Foods не сильно отличается, при этом пабликс дорого очень, Костка 10, 10, там, правда, за 9, получается, примерно 4,5 за это. В общем, ну, да, могу сказать, что Aldi и все-таки, конечно, Walmart с картошкой, как бы, вот, ну, в Костке тоже получается выгодно брать, чуть-чуть подороже все равно. Но Whole Foods не такой дорогой, как вы видите, видите, из того, что мы там, ну, до этого с вами, я в роликах показывал. Лук 1,94, например, ну, в целом, в целом 1,94, то есть в Aldi такой лук, то есть, ну, как бы, Костка тоже, ну, это 10 фунтов, а здесь получается за 1 фунт, я считаю, поэтому могу сказать, что Костка лук можно смело брать, тоже без проблем. Так, говядина, самая животрепещущая тема, говядина, так, у нас в Walmart, она получается, говядина 5,97 за фунт, значит, ну, смотрим, Пабликс дороже, Whole Foods дороже, а вот Костка, слушайте, ну, в принципе, я вот считал всегда, что Костка, как бы, дороже получается, нет, на самом деле, просто действительно порции больше, и поэтому выгоднее получается Костка. Ауди, говядина 5,49, что тоже, в принципе, соответствует, то есть, Whole Foods и Пабликс дороже. Кстати, в Пабликсе, честно, говядина мне не нравится, сколько раз мы ее брали, но не нравится, никак, она мне прям не заходит, очень сложно она, как бы, жарится, и стейки, вот, прямо очень, не очень качественно, мне нравится, это мое мнение, извините, я его просто озвучу. Значит, курица 2,97, Пабликс 2 доллара, то есть, курица, кстати, видите, получается, самая дорогая курица, получается, ну, надо же, получается в Walmart, удивительно, то есть, можно брать даже Пабликс, и то получается дешевле. Молоко 2,28 за галлон, соответственно, видим, да, что однозначно, у нас только Костка может посоперничать, и Ауди, а все остальные дороже, аж на доллар. Это я говорю про простое молоко, которое цельно обыкновенное молоко, не органик. Йогурт 1,22, ну, тут, в принципе, очевидно, что оно, в принципе, они все где-то в одну и ту же цену, в Пабликсе даже получают несколько дешевле, в Костка 20 штук за 14, то есть, получается, однозначно дешевле. Вот, и яйца, яйца 4,12 стоит, за 18 штук, да, по-моему, да, за 18 штук, и яйца, соответственно, получается, в Пабликсе примерно так выходит, хоуфуд дороже, Костка дороже, извините, 6,49, получается, Костка дешевле, и 12 штук дороже, ну, короче, Костка на уровне, в принципе, с, 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 Walmart, вот такие вот цены у нас получились, вот такой вот обзор, который длился несколько роликов, кому интересны подробности, может пересмотреть, просмотреть группы товаров, когда и товары, какие качества, какой выбор, все это, но, я думаю, это очень будет интересно людям, которые живут в Америке и покупают в этих магазинах, безусловно, каждая дает предпочтение своему товару, но, тем не менее, теперь вы об этом знаете и вы имеете право об этом знать, все, спасибо вам большое, пока! Субтитры сделал DimaTorzok